этого народа. Дорогие мои, и как и написано, что их отпадение это привилегия нас. И мы благодарим нашего Господа за Его чудную и дивную любовь, что мы дети Божьи. Как и вчера мы говорили, как пишет апостол Иоанн, о тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. И мы, как народ Божий, хоть и не в большом количестве, друзья, но мы будем славить нашего Господа. Господь с нами. Братья Пископа у нас, слава Богу. Регент на месте, слава Богу. Брат Борис, сегодня среда тоже, братья и сестры, молдавская группа. Вместе будем прославлять имя нашего Господа. И открывая наше служение, давайте мы встанем пред Господом и будем прославлять имя Господне, приготовляясь к молитве о благословении. Слава Богу, братья и сестры. Давайте мы споем Псалом. Возьмите гусли. Номер пятьсот девяносто восемь. Радуйся, мир, Господь грядет. Земля ликуй пред Ним. Прими скорей, царя царей, и пойте новый гимн. Номер пятьсот девяносто восемь. Радуйся, мир, Господь грядет. Земля ликуй пред Ним. Прими скорей, царя царей, и пойте, пойте новый гимн, и пойте, пойте новый гимн, и пойте, пойте новый гимн. Радуйся, мир, Христос пришел, в церквах поют о нем. Поля, сады, леса, холмы, им вторят, вторят старжеством. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Поэтому, Господи, благослови Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Будем петь Псалом номер 607 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Он этого достоин И я хотел бы так сказать для всех нас чтобы нам сегодня в самом деле свое сердце приготовить для того чтобы поклониться Господу чтобы воздать ему славу Он этого достоин когда то пастухи спешили когда услышали эту весть когда ангел Господний возвестил им великую радость которая всем людям будет и они в самом деле с большим трепетом и говорили пойдем и посмотрим пойдем и посмотрим и когда пришли и увидели поистине ту великую благодать великое спасение которым посетил Господь землю а на то время Божий народ израильский народ Братья и сестры когда то пророчествовал Божий человек и говорил о нас говорил не только об Израиле но сказал что он видел что у меня есть овцы и другого двора мы сегодня на протяжении многих лет радуемся вспоминая великую благодать которую Господь уделил для нас Слава Господу Слава Богу нашему Как брат Петр Моисеевич сказал что мы с Украины понимаю что у вас может не редко бывают такие гости и каждый в свою очередь что-то хочет сказать чем-то хочет поделиться и потому я в свою очередь также хотел бы немножечко сказать о нашем деле о нашем труде который уделил нам Господь и так хочется поистине от всего сердца как Он посвятил Себя за нас так и нам посвятить Себя для Него для славы Божьей для труда на Ниве Господней зная что время отмерил на этой земле каждому из нас наш Господь и потому хочется чтобы эти дни которые дал Господь они были полезны для Господа были для славы Господней были для служения Святому Богу нашему потому благодарим Господа что дал Господь для нас свободу после многих лет скитаний страданий гонений 20 лет даже больше мы имеем мир и благополучие это радует наше сердце радует что церкви умножились народ Божий умножился и хотя последнее время наблюдаем что может нету тех движений людей которые шли к Господу толпами но все же церковь умножается умножается я вспоминаю это откровение которое Господь говорил когда мы молились перед праздником перед Новым годом прошлый год и Господь такое откровение открыл что как бы Нива скошена скошена но осталось так по обочинам еще хорошие зрелые колоссия и Господь говорил так что нужно все собрать чтобы ничего не осталось и тогда в самом деле закончится жатва и потому понимая все это хочется чтобы поистине ничего не осталось ничего не пропало все это собрать во имя Господа потому что для этого он пришел на землю и сказал что я ее создам церковь которая она единственна у Господа потому проводим сколько можем евангелизацию хотя как сказал немногие люди движутся но сегодня так Господь определил или усмотрел пойти по этим трудным местам там где эти люди которые в самом деле никто и никогда не обращал на их внимание и сколько их погибает и погибало и сегодня Господь дал такую возможность пойти в тюрьмы пойти по тем притонам чтобы возвестить Божье спасение Божью благодать всем людям и в этом видим успех видим успех и даже никогда не можно было представить то что можно ли будет так чтобы пойти в тюрьму там где сидят клетка там где сидят камера и пойти и понести им евангелие и понести спасение и люди сокрушаются в самом деле радуются тому что хотя находятся в этих стесненных обстоятельствах но Господь дает спасение и дает свободу даже те которые по жизненном заключении радуются тому что все же жизнь не напрасно прожита и думаю что это все не наша заслуга мы только делаем то что должны сделать а это определил Господь и мы благодарим Господа знаете такое время трудное трудное время и потому столько людей столько детей сирот сегодня на земле столько сирот и мы это видим что в самом деле вот даже государство кажется какую-то заботу полагают но но уделить то что хочет Господь никто не может и они ожидают и мы это понимаем что надо пойти и сказать что они они имеют отца они имеют того кто за их умер кто однажды пришел и родился на эту землю и хочет позаботиться о них хочет дать им спасение потому эта работа тоже так вот наблюдаем что она так важно и стараемся не упустить возможности пойти и сказать пойти и помочь пойти и возвестить Божью благодать и скажу что понимаю что это только Господь который дает эту возможность пойти в эти интернаты в эти приюты детские эти детские дома чтобы что-то им понести а вместе с тем и сказать им о том что есть Господь знаете я свою меру стараюсь не упускать этой возможности и сам вот прохожу у нас в городе где мы живем в Кремроге есть 6 таких домов 2 дома где дети калеки дети калеки сироты есть 6 домов то есть 4 дома которые вот просто как детские дома родители которые дети которые не имеют родителей и потому когда приходишь туда сердце сокрушается знаете у нас своя семья но когда посмотришь дети которые не знают ласки которых никто никогда не погладил по голове окружают берут за руку хотя бы положите на нас свою руку хочется присоединиться прикоснуться это так для них дорого потому понимаю что это та работа которую сегодня хочет Господь видеть в церкви Господней и не хочется упустить не хочется ничего упустить чтобы это все собрать для славы Господа нашего Иисуса Христа потому пусть Господь всем нам поможет скажу что без вашей поддержки без поддержки многих наших братьев и сестер которые здесь живут мы конечно не могли бы сделать того даже может и половины а может и больше но чувствуя это понимание друг друга эту поддержку друг друга мы можем что-то сделать что-то сделать может кто-то это не видит может сомневается в том что вот мы жертвуем мы что-то даем куда оно идет кто им может воспользоваться я думаю что это уже не наша забота если мы даем мы во имя Господа даем и понимаю что если мы это делаем если делаем оно приходит как раз к той цели где оно нужно где оно необходимо потом пусть Господь укрепит и утвердит вас и вашу веру и ваше дело дело любви которое вы делаете во имя Господа и для Божьей славы я хотел бы вспомнить и то что многие годы мы имели поддержку через брата Петра Моисеевича от вас от вашей церкви имея колледж ну может не такой колледж как здесь вы имеете у нас такая простая школа обычная школа куда мы приглашаем наших студентов которые покаялись и им нужно дать первоначальное такое образование чтобы они могли пойти и другим сказать о Христе научить их проповедовать научить их миссионерствовать помочь им этом это не большой срок месяц полтора месяца ну восемь раз в год мы собираем группу вот и отправляем их на дело служения на дело труда по церквям это и регенты и проповедники и евангелисты и в этом тоже видим видим крайнюю великую необходимость и благодарим Господа и вас что на протяжении шести лет мы имели от вас поддержку и потому мы сердечно благодарим вас все и Господа за ваше участие за ваше участие потому хочется так понимать что все мы вместе делаем одно дело которому нас призвал Господь но когда закончим свой путь закончим свой труд и когда откроем откроет для нас Господь это великое славное служение которое будет уже не на земле в самом деле мы будем радоваться Господе нашим Иисусе Христе потому хочется за это благодарить и славить имя Господне Он это достоин в общем если говорить мы благодарим Господа что на земле на украинском земле мы имеем возможность иметь братские общения и радует то что есть согласие стараемся держаться мира понимания между собой между церквями и это тоже понимаем не наша заслуга это Господня благодать которая действует в церкви Господней понимая то что Господь говорил она одна единственная хотя много молитвенных домов много общин но церковь у Господа одна и две их не будет и множество не будет она одна потому понимаем что нам в этом надо иметь большое старание и воспитывать даже само себя чтобы нам наполниться любовью пониманием и держаться близко друг друга потому что борьба еще не окончилась поэтому благодарим Господа и славим Божье имя миссионерская работа также вот по местам самые такие сложные районы у нас это Полтавская область Сумская Черниговская область потому мне саму лично несколько раз приходилось выезжать вопросы там есть и другие такие сложные вопросы юридические вопросы потому вижу что Господь заботится о всяком регионе заботится где-то больше где-то меньше но я думаю что мало мало хотя есть еще тех мест куда не достигла Божья истина и Божье спасение и мы за это благодарим Господа потому что это Его работа это Его желание Он для этого пришел на землю чтобы всем людям без исключения оказать милость спасения милость своей благодати чтобы каждый человек мог получить то для чего Он пришел на эту землю слава Господу нашему я скажу так немножко и о тех вопросах которые сегодня так очень насущные очень важные может вас меньше ну в последнее время мы замечаем такое положение когда люди очень нуждаются в Господе знаете настолько распространены болезни настолько распространены страшные болезни которые никем они неизлечимы и даже в нас в городе мы имеем очень сложные трудные вопросы которые понимаем если Господь не решит никто не может решить ни врачи ни люди никто не может помочь если не защитит нас Господь потому так согласились молиться Господу о тех людях усиленной молитвой усиленной молитвой знаете можно помолиться помолиться а можно искренно взять и понести и понести ту и другую нужду я в своей жизни такое испытал на себе на себе так кратенько хочу сказать за свидетельство чтобы укрепить нашу веру что Господь иногда хочет хочет и говорил так что если и медлит если и медлит в чем-то для нас но свою защиту пошлет свою защиту пошлет знаете я многих людей видел которые приходят в отчаяние и кажется нету ни выхода ни поддержки и вроде небо закрыто и никто помочь не может и люди теряют веру и разбиваются и не знают кому дальше идти знаете у меня был такой случай когда у нас родился одиннадцатый ребенок и мы так считали что может последний назвали мы им имени Василий Васильевич и он так такой прекрасный был но прошло немножко время и он заболел и он заболел тяжкой болезнью неизлечимой болезнью в виде проказы вот покрылись руки до локтей и голова вся покрылась вот и ноги до колен немножко выше и все это вот сделалось таким коржом все взялось с трупами вот и это трудно рассказать знаете как он мучился вот так этот корж поднимается придальше туда гной течет вот и это ужасное было ужасное положение было мы так тосковали плакали молились сразу врачи искали помощи ну никто не мог нам помочь никто и он так мучился тем он настолько зудит его и он так вот находит этот ореха кожурует и чтобы его разоржать это все вот и когда тронет кровь течет мы не знаем что ему делать и так ни дня ни ночи ни дня ни ночи и мы молились спастились и и Господь как-то укреплял веру что всегда так не будет всегда так не будет я так и жене говорил что всегда так не будет Господь явит свою милость хотя врачи уже стали в сторону потому что ну бессильный даже посоветовать что-то и некоторые люди говорили что это многие люди в таком положении так они остались калеками на всю жизнь я думал Господи мы же принимали в имя Господа мы абсолютно ничего плохого в мыслях не имели ожидали пополнения семьи вот это приняли с радостью и вот Господи почему и скажу что вот никакого откровения никакого совета молюсь а Господь молчит и все молчит и все нема никакого ответа Господи почему для чего но одно только читаю Слово Господне это укрепляло мою веру укрепляло мою веру что по неотступности я вам то сделаю по неотступности И я так думаю, Господи, сколько я буду не отступать. Буду не отступать до тех пор, пока Ты явишь милость, пока Ты явишь славу. И вот так прошло тяжких три с половиной года. Не три месяца, три с половиной года. И мы все ожидали, ожидали. И так положил Господь на сердце, хотя как-то понимали так, что еле и помазание это относится к людям, которые члены церкви. Я пошел к старшим просвитеру и стал ему говорить, что ну можно совершить такую молитву над дитем, помазать ее елеем. Он говорит, ну а как мы будем мазать? Ну это же члены церкви, это же дитя. Написано так, что если кто грешит, грехи ему простятся, если у него есть вера, пусть призывает. А как он может призывать? Это же дитя. Я говорю, ну знаете, дети это моя часть. Это моя часть, потому вот я, я как отец, как мать, мы призываем и просим совершить такую молитву. В имя Господа. У меня, говорит, есть такая вера, что Господь его исцелит. Господь его исцелит. Знаете, мы так согласились на определенный день, пригласили братьев, приехали братья с разных мест. И даже тех, кто имел дарование для исцеления, мы в большом ожидании были. И имел веру, что Господь его помилует. Вот одно время приехали братья, помню, это вечернее время было, мы все в ожидании были. Прочитали Слово Господне, взяли его на руки. Я пережил такое присутствие, такую благодать Божью, я никогда это не ощущал. Хотя не один раз был близко с Господом. И такая была, такая вера наполнена. Думаю, если он даже мертвый, он встанет. Сильной молитвы совершили, помазание. Я открыл глаза, так как-то страшно было ее открывать. Но когда открыл глаза, вижу, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. И братья, отдали мне его на руки. Брат Василий, укрепи Господь твой веру. И пусть тебе поможет Господь. Братья, в двери каждый. А мы остались своим горем на своих руках. Я так же не говорю. Все равно Господь нам поможет. Все равно Господь не лишит своей милости для нас. Прошло немножко времени. Я пришел с работы. Взял Библию, начал читать. И читаю такое место. Я его читал не один раз. Но я не придал тому значения. Читаю, где Господь взял и помазал глаза слепому. А потом спросил его, как ты видишь? А он говорит, вижу людей, как деревья. И потом Христос взял, еще раз помазал. И спросил, как ты видишь? А он говорит, я вижу все ясно. Знаете, я так закрыл Библию и думаю, Господи, разве тебе нужно было два раза мазать? Ты же мог один раз помазать, а мог вообще не мазать. Как в Артемею сказать. И открылись глаза. И много других дел и чудес. Думаю, Господи, а это зачем? А это зачем? И вы знаете, у меня такая вера возбудилась. Я вижу, что мы близко вот к цели. И я также не говорил, что если Господь два раза, мы будем двадцать, но Господь его исцелит. Господь его исцелит. Я еще-еще пошел, помолился Господу, и Господь дал откровение. Говорит, такое, что вот именно вместе с женой продолжите этот труд. И будет явлена слава. Я не знаю, может, шесть, может, семь раз, может, больше, меньше. Каждый вечер мы брали его на руки. После работы приходил. И елей, и во имя Господа. Во имя Господа. Не просто, не просто помазать. Во имя Господа. И знаете, мы чувствовали приближение Господней славы. И так, один раз, ничего не видим. Другой раз, третий раз, четвертый раз. И потом видим, что вот начало оно засыхать. Засыхать. Уже придавишь, не течет. Не течет. Оно все, губы, губы все. Вот форму потеряли. Оно все выгнило. И вся голова такая ужасная. Но пробу не течет. На руках не течет. Не течет. Еще больше вера укрепилась. Еще больше. Еще продолжаем мазать. Еще продолжаем мазать. И потом оно начало раз так вот вставать. Отставать. Отставать. А потом начало сниматься все. Сниматься. С головы. С губ все снялось. С рук все снялось. И очистилось. и ничего не стало, и ничего не стало. Это чудо Господне. Но три с половиной года надо было держать на руках и стоять на коленях, и стоять на коленях, и ожидать. И я так, Господи, вот для чего все это? И Господь дал тогда понимать, что это для того, чтобы Ты понял, сколько людей теперь, которые в таком положении, и кто пойдет для них? Кто пойдет? Кто возьмет их бремя? Кто возьмет их горе? Кто его разделит? Кто его понесет? Я понимаю, что, наблюдая положение, что и сегодня немного людей, которые имеют это дерзновение, имеют эту готовность, имеют это сострадание, чтобы взять и до конца понести его. А это хочет Господь. Понимаю, что многие места Писания нам об этом говорят, когда люди неотступно делали все нужное, имея веру, и Господь являл свою славу. И поэтому хочется сказать для всех нас, если даже, кажется, никто нам не поможет, и ничего не слышим, и голоса Господня не слышно, но Господь хочет, и сказал так, хотя и медлит, свою защиту пошлет вскоре. Слава Богу! Поэтому пусть Бог укрепит. Я знаю, что многие люди сегодня, которые не видят просвета, видя в своих детях, видя в своей семье, и кажется, кто поможет, кто поможет, мы должны остаться до конца верны, в вере, до конца. Господь хочет сегодня делать свое дело. Хочет делать, и Он будет делать, и Он поможет каждому из вас. Да благословит всех нас, Господь! Слава Иисусу! Я, братья и сестры, радуюсь всегда, когда нахожусь в общении с народом Божьим, когда прихожу в собрание, мне настолько это приятно, настолько это радостно, что мы можем служить Господу, что мы можем поклониться Ему, и Он так близок для нас, Он так дорог для нас, если наше сердце открыто, если Он в нас, если мы открыли свою внутренность для Него, и Он Духом Святым утешает нас, говорит к нам, в молитве соединяемся с Ним. Это так дорого, так ценно. И, знаете, это утверждает веру, укрепляет веру, укрепляет наш Дух, и всегда есть желание, есть жажда, чтобы пойти, быть в общении, помолиться, прославить имя Господне, поклониться Ему. Это хочет Господь. И пусть Бог поможет нам не ослабевать. Понимаю жизненные вопросы. Жизнь наша настолько сложна в последнее время, но блажен тот человек, который в самом деле свое упование возложил на Господа, который свою надежду возложил на Господа, который не где-то ищет ее, в каких-то финансах, средствах и всех остальных делах. Но в Господе положил упование и свою надежду. И многие вопросы решает Господь. Многие дела решает Господь. Когда мы к Нему идем, не просто, не просто, но идем к Нему, Он тогда слышит и отвечает и полагает у нас свою заботу. Мне хочется напомнить кратко место Писания, чтобы укрепилась наша вера, вера, понимая, что Он родился, Он родился для того, чтобы примирить человека с Господом, чтобы дать Ему прощение, чтобы дать Ему спасение. Для этого Он пришел на эту землю. Знаете, еще в начале написано, что грех разделил человека с Богом. Грех разделил. Он его сотворил по своему образу, по своему подобию. Дал Ему близость и с Господом, с Отцом Своим. Он мог иметь общение с Ним, но грех сделал свое дело. Написано, что тот, который пришел, который сказал, подлинно ли, и знаете всю эту историю, вот откуда началось это разделение. Разделение. Святый Бог, Святый Бог, Который дал жизнь, дал спасение, дал надежду, Он иначе не мог поступить. И потому Сына Своего, возлюбленного, послал для того, чтобы все это соединить, чтобы это все сблизить. Там, где грех сделал свое зло, там, где дьявол сделал свою работу, для того Господь в Сыне Своем, Иисусе Христе, определил дать спасение роду человеческому. И я так всегда радуюсь, когда в Доме Господнем вижу народ Божий, и я имею эту часть, и думаю, для меня. Многих людей это не коснулось. Почему-то, может, оно стороной обошло. Но для нас, для нас, нас сказал Господь, тех, кого Он предузнал. Сегодня мы в Доме Господнем. И очень важно, хотел бы обратить внимание на Слово Господне, которое записано в Евангелии от Иоанна, Евангелии от Иоанна, в 17 главе, такие слова. Это очень важно для нас. О последнем времени хочется сказать. Для нас, христиан, живущих в последнее время, я думаю, что мы, люди наблюдатели, видим, что почему-то, особенно в последнее время, столько всяких течений, движений и направлений. Но когда читаем книги, песни, песней, где Господь говорил так, через эту премудрость, что есть одна, единственная, церковь, Господа Иисуса Христа. Одна, единственная. И я, так знаете, наблюдаю, что много направлений, много течений, много молитвенных домов, много братств, но у Господа одна, единственная, церковь Иисуса Христа, который сказал он, что я ее создам, и врата ада ее не одолеют. И она будет до того дня, пока он придет, взять ее в то славное место, в славное царство, которое он сам приготовил. И потому он молился своему отцу и говорил такие слова. И это очень важно сегодня для нас взять во внимание. И не только во внимание, а именно так жить. Так жить. Это воля Господня. Это не только, даже молитва, которой он обращался к своему отцу, Сын Божий, который пришел сделаться жертвою и скупить человечество, он молится и говорит, 15 стих, 17 глава ниже, не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил от зла. Они не от мира, они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиной Твоею, Слово Твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них только молю, не о них только о учениках своих, но и о верующих в меня по слову их. И дальше говорит такие слова. Да будут все едино, как ты отчего мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. И ниже. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Такие прекрасные, такие серьезные слова произнес Господь в своей молитве. Знаете, Он пришел, Он сделал или совершил ту определенную миссию, на которую Он пришел. Он получил от Господа повеление. И Он согласился и сказал, иду исполнить волю твою Божию. И придя в этот мир, видя положение человечества, положение людей, живущих на земле, насколько грех сделал великое свое зло и великую свою работу. И это всякое разделение и всякое направление. И говорит, что поистине, что человек извратил свой путь. И он молится Отцу, Отче, Отче, которых ты мне дал. И говорит, что не о всем этом мире, но которых ты мне дал. Сохрани их от зла. И дальше молится. И не только о тех, которых ты мне дал, но и тех, которые уверуют в меня по их слову. И просит Отче, я хочу, чтобы они были едины, чтобы они были соединены, чтобы они познали меня, что ради их, ради спасения я посвятил себя. Ради того, чтобы они имели вечную жизнь, я пришел на эту землю. И молит, и просит Отче, пусть они будут едины, пусть они будут соединены, пусть их будет одно сердце, пусть их будет одна мысль, и говорит, и вот это уверует мир, что ты меня послал, и я их послал. И потому сегодня для нас это слово, для нас, каждого отдельности, мы иногда думаем, это для служителей, это они должны полагать заботу, а я думаю, нет, это для каждого из нас, для каждого из нас. Господь говорит, чтобы нам иметь то положение, которым призвал Господь, чтобы нам иметь эту близость, это единство, это понимание, это согласие, этого хочет Господь, это приятно для Господа, и понимаешь, что все это делает, все это делает Господня, Божья благодать, Божья святая любовь, и потому Он говорил так, достигать ее, достигать ее, знаете, когда мы этого достигаем, когда мы это приобретаем, все эти направления, они меняются, нам люди становятся дорогими, нам люди становятся близкими, нам хочется посострадать, хочется им помочь, хочется войти в их положение, и так поступал Господь, и так Он теперь поступает, и это хочет видеть в нас, и к сожалению, что особенно в последнее время, почему-то мы наблюдаем иначе, мы наблюдаем другую картину, что нашел место другой, который посылает всякие подозрения, посылает всякое непонимание, всякое осуждение друг на друга, и всегда смотрим друг на друга, и почему-то не видим в нем близкого, дорогого, того, которого купил Христос, кого омыл своей святой кровью, и это сегодня говорит нам Господь в своей молитве просил тогда, а теперь через свое слово говорит к нам, чтобы мы пришли к такому пониманию, что Он хочет, Ему это очень дорого, когда мы достигнем этого положения. Мы многие другие места читаем, когда Господь оставил для нас, когда были ученики единодушные, когда они были в согласии, написано, что колебалось место, колебалось место, видели люди славу Господню, когда их было одно сердце, и одно желание, и один дух. Это хочет сегодня Господь. И потому очень важно для нас, для каждого из нас в отдельности обратить на это особое внимание. Это ценно для нас. Знаете, еще раз повторюсь в том, что когда мы придем к Господу, у Господа будет одна церковь. Одна церковь. И я так в другой раз в переживании молюсь, и трудно мне уразуметь, Господи, как это будет. Господи, понимаю, что в один миг, в один миг услышать этот глаз Господень, и церковь Христова будет поднята. Господи, как ты ее будешь поднимать? Как ты будешь ее соединять? Как ты будешь соединять ее? Кажется, это очень трудно и невозможно понять в своем разуме. Потому хочется еще раз говорить себе, говорить всем христианам, чтобы мы поняли эту великую божественную истину, что к этому нас призывает Господь. Когда настанет тот день, поздно будет искать друг друга, поздно будет бежать друг к другу, решать вопросы, ладить отношения. Будет поздно. Потому пока сегодня есть время, пока сегодня есть возможность, пока сегодня мы слышим голос Господня, мы должны понять Его божественную волю. Он говорил так, Отче, как мы в Тебе, пусть они в нас будут едины. Будут едины. Если мы сегодня имеем такое направление, Господь нам поможет. Если мы идем к этой цели, Господь нам поможет. Господь выровняет наши стези, Господь управит нашими сердцами. Мы будем видеть успех, но когда будем по своей воле, видя себя, видя свою правоту, видя свою истинность, мы можем потерять многое. И потому в этом пусть Господь поможет каждому из нас, каждому из нас так жить и так поступать, чтобы Он, когда явится, мог не постыдиться нас, назвать Своим народом. И так сказал Господь. И многие люди, которые будут видеть наше понимание, скажут, что это поистине ученики Господни. В какой-то мере мы радуемся тому, что мы люди, не знавшие друг друга, мы далеки были друг от друга, но в общем положении видим, что Господня благодать это соделало, Господня милость это соделало, что мы находимся в этой славной Господней церкви. Пусть Бог поможет нам. Хочется всегда славить Его имя, ибо Он это достоин. потому еще раз мы помолимся Господу, принесем Ему и славу, и поклонение за то, что Он великое все делал для нас. Аминь. 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 Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, что Ты, Господь, Вечной милости в любви Своей благодати, Аллилуйя! 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 Тебя, мы славим Тебя, Боже, что Ты поистине послал единородно Сына Твоего, Боже, потому что исполнен любви человечеству к живущим на земле, Господи, не желая их смерти, Боже, Ты сотворил великую милость в спасении Твоем через рождение возлюбленного Сына Твоего на этой земле. Слава, 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 славному имени Твоему, Господь дорогой, дай нам это ценить, дай этим дорожить, дай об этом возвещать всем людям, Господи, до края земли, Боже, что Ты сегодня имеешь ту же часть и ту же власть и ту же силу, чтобы прощать грехи, чтобы миловать живущих на земле, чтобы дать им надежду и спасение вечное. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Боже, помоги Господь и нам, тем, которым Ты открыл великую тайну Твоей божественной силы, славы и благодати, Боже, на этой земле быть поистине верными свидетелями Твоими, Господи, служителями Твоими, прославляющими Твое святое имя. Я знаю, что приятно для Тебя поклонение наше, приятно для Тебя служение наше, приятно для Тебя голос молитв наших, Боже, потому что Ты, Господь, к этому призвал. Аллилуйя! И я умоляю Тебя, дай нам всякое дерзновение, дай нам всякую смелость, Господи, напояй нас Духом Святым Твоим, чтобы поистине мы были настоящими Твоими дитями, Господи, славящими Твое святое имя, и не только когда благополучие, и не только тогда, когда все хорошо в нас, Боже, дай во всякое время надежду Свою возлагать на Тебя, слави и величать имя Твое, Господи, во всяких обстоятельствах жизни Своей. И особенно в это время последнее, зная, что враг действует Своей могущественной силой разрушения, Господи, Церковь Твоя, она стоит в проломе, Господи, Боже мой, за то, чтобы многие души, которые сегодня пропущены, могли услышать голос Твой и получить свободу и избавление, Боже. И особенно это наши родные, это наши близкие, это наши дети, сыновья и дочери наши, Боже, наша молитва к Тебе, Аллилуйя, голос наш к Тебе, Аллилуйя, нужда наша к Тебе, Боже, чтобы Ты милостью Твоей, Господи, Боже, посетил, Господи, и ответил на многие нужды. Вся слава, она Тебе принадлежит, и Ты удостоен, Боже, и мы, как рабы, поклоняемся Тебе, превозносим имя Твое, славно имя Твое, великое и благословенное вовеки. Аллилуйя Тебе, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем дождикам нашим, и не убеди нас во искушение, но избави нас под лукавок, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Давайте мы встанем, споем псалом номер 591. Полный благости, полной радости, благодатный день Рождества. Номер 591. После нашего пения нам Ксюша расскажет стихотворение, и потом наши друзья споют два псалма на молдавском языке, да, я думаю, поэтому пусть вас Бог благословит. Номер 591. Полный благости, полный радости, благодатный день Рождества. Мир грехом томился, вот Христос родился, верующий всем день торжества. Полный благости, полный Радости, благодатный день Рождества. Силы неземные, песни дорогие, Возвещают всем день торжества. Полный благости, полный радости, благодатный день Рождества. Людям дан спаситель, Богом примеритель, Радуйтесь, настал день торжества. Садитесь, пожалуйста. В день рождения Иисуса Христа Я подарок Ему приготовила, всех простила, кто злал Слово меня, и не вспомню я зла никогда. В день рождения Иисуса Христа буду я изучать Божие Слово и вникать в Него, снова и снова помечая такие места. В день рождения Иисуса Христа буду я разрушать искушение и серьезное в жизни решение. Я приму в этот день неспроста. В день рождения Иисуса Христа я любви попрошу безмерной у Всевышнего Бога Отца, и Он даст мне ее несомненно. В день рождения Иисуса Христа, день начала людского спасения, вновь и вновь повторяет уста, нет приказа для нас с дня рождения. Слава Богу. Слава Богу. Да благослови Тебя Господь Иисусу. Во имя Господа. Хорошо. Спасибо. Слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И хочу в этот вечер поделиться кратко некоторыми мыслями. Первое, что я хочу обратить наше внимание, что это правда, что Христос приходил в этот мир. Но меня удивляет, почему он выбрал самый неподходящий период. Было время, когда Израиль был в расцвете. Было время, когда все цари преклонялись пред Богом Израиля. Было время, когда люди ходили учиться мудрости в Израиле. И в то время Христос не пришел. Мне кажется, Ему там отдали бы почести. Его бы там любили. И в то же время было такое время, когда Израиль был в таком положении, что людей держал всех в страхе. И в этом времени написано, что не верили цари земные, что когда-либо враг или неприятель войдет во врата Иерусалима. Перед Израилем все трепетали. В это время не пришел Христос на землю. Но тогда, когда город был разрушенный, тогда, когда врата были сожжены огнем, тогда, когда было уныние, недопонимание в народе, когда израильский народ долгое время был порабушен, в плену, когда Игорь Римской империи было жестоко над Божьим народом. И это еще не все. Когда в Израиле правил ужасный тиран по имени Ирод. И когда мы читаем в Писании одно предложение, оно говорит о многом, что Христос родился во время правления Ирода. Не было столь жестокого царя, не было столь ужасного правителя за все периоды. И именно в этот час родился Христос. Ирод был просто диспутом, жестоким человеком. Он предал много евреев на смерть, чтобы все-таки снискать благоволение и самому не погибнуть римского императора. Мы знаем, что он уничтожил все священные книги. Он в свое время убил пророков для того, чтобы завладеть властью уважения в Риме. Мы знаем, что по его приказу были убиты священники. И был ужасный период, что лично в его присутствии был утопленный первосвященник. Еще хуже по его приказу задушили его жену. По его приказу убили всех его детей, чтобы они его не свергли. И самый ужасный тиран, когда-либо сидящий на престоле в Палестине, самая разрушенная цивилизация того времени, самый нищий экономический упадок. И в то время приходит на землю Божий Сын. Меня, конечно, это немножко удивляет. И если бы мы были, мне кажется, мы выбрали бы более удобное время. Но в то же время я хочу обратить сейчас вторую нашу мысль не на эту. Это как предисловичное понимание, в какое время жил тогда Израиль. И сегодня я хочу больше говорить не о рожденном Мессии, младенце, лежащем там на Соломе, в Хлеву или в пещере. Я сегодня хочу обратить внимание на Божий народ, который жил в этот трудный период. И среди всех козы там жили, я хочу немножко коснуться внимания нашего на скромную девушку по имени Мария, которая удостоилась принять от Бога и родить миру Спасителя, Божьего Сына. Мы знаем, что каждая девушка, которая достигает определенного возраста, она мечтает о замужестве, мечтает о счастливой семье. Конечно, хорошо строить семью, когда мирное время, но у нас жило военное время, время порабощения, время разрухи, но это не могло лишить любую девушку сокровенного желания устроить свою семью. И вот эта девушка написана, что она была обрученной, она уже была невестой, она уже стояла близко к тому счастью, к которому мечтают все девицы. И в то же время мы читаем в книге Лука в первой главе с 26 по 38 стих, я не буду прочитывать все, только напомню, некоторые умели, ангел Господень именно был послан написано к этой девушке по имени Мария, которая была обрученная мужу по имени Иосиф. И когда ангел ее увидел, он сказал «РАТУЙСЯ БЛАГОДАТНОЕ!» Это первое. Второе, он сказал «ГОСПОДЬ С ТОБОЮ!» И третье, он сказал «БЛАГОСЛОВЕННО ТЫ МЕЖДУ ЖЕНАМИ!» Когда я поворачиваюсь немножко назад и встречаю сильного мужа по имени Гедеон, и когда Господь ему сказал «ГОСПОДЬ С ТОБОЮ!» Муж сильный, он сразу начал прикословить «КАКОЙ Я СИЛЬНЫЙ!» ЧЕМУ Я БУДУ РАДОВАТЬСЯ? «ВРАГИ НАС ПОРАБОЩАЮТЬ!» «НИЧЕГО НАМ НЕ ЛИШАЮТЬ!» «ДЕТИ НАШИ УМИРАЮТЬ!» «А ТЫ ГОВОРИШЬ!» «Я БЛАГОСЛОВЕННЫЙ!» «Где ТО БЛАГОСЛОВЕННИЕ, О КОТОРОМ ГОВОРИЛИ НАМ ОТЦЫ?» «Где ТОТ БОГ, КОТОРЫЙ, ГОВОРИТ, ВЕЛ ИЗРАИЛЯ?» «И ТЫ МНЕ ГОВОРИШЬ ТАКИЕ ВЕЩИ?» «ПРЕДСТАВТЕ, ТЕ САМЫЕ СЛОВА ГОВОРИТЬ АНГЕЛ НЕВЕСТИ, КОТОРЫЙ ОЖИДАЕТ ДНЯ СВОЕЙ СВАЙБЫ». И ДАЛЬЦЕ МЫ ЧТАЕМ, «КОДА МАРИЯ УВИДЕЛА ЕГО, ПЕРВОЕ, ОНА НЕ СМУТИЛАСЯ, ЧТО ОНА УВИДЕЛА АНГЕЛА, ОНА ТОС СМУТИЛАСЯ ОТ СЛОВ ЕГО. ОНА СМУТИЛАСЯ ОТ ЭТО ПРЕВЕТСТВИЯ. И НАСКОЛЬКО СМУТИЛАСЯ, ЧТО ЕЙ СТАЛО СТРАШНО. И ОНА УВИДЕЛА, НЕ БОЙСЯ, ТЫ ОБРЕЛА БЛАГОДАТЬ У БОГА. А ДОЛЬЩЕ ГОВОРИТЬ, ЧТО ТЫ ЗАЧНЁШ, ТЫ РОДИШЬ СЫНА, И ОН РОЧАТЬСЯ ВЕЛИКИМ, И У БОГА, И У ЛЮДЕЙ, И ОН БУДЕТ БОЖИМ СЫНОМ, ОН СПАСАЛЬ ЛЮДЕЙ ОТ СВОИГОВ, ИХ. И ОНА ГОВАЕТЬ, ДА, ХОРОШЕ ВЕЩИ ТЫ ГОВОРИШЬ, НО Я ЖЕ ЕЩЁ НЕ ЗАМШИМ, Я ЖЕ ЕЩЁ ТОЛЬКО НЕ ВЕСТА, КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ОНА ГОВАЕТЬ, ОЧЕНЬ ПРОСТО, НА ТЕБЯ НАДЮТ БОЖИЙ ДУХ, ТЕБЯ ОСЕНИТЬ СИЛА ВСЕВЫШЬНЕГО, ПОТОМУ ЧТО РОДИВШИЙСЯ БУДЕТ НЕ ПРОСТО РЕБЁНОК, ЭТО БУДЕТ БОЖИЙ СЫН. И, ПОНИМАЕТЕ, ЧТО МАРИЯ, ОНА ПОНИМАЛА, ЧТО В ТО ВРЕМЯ, НЕ ЗАМУЖНЕЙ ДЕВУШКИ ЗАБЕРЕМЕНИТЬ, ЭТО ТРАГЕДИЯ, ЭТО ОТВЕРЖЕНИЕ, ЭТО ПОБОИ, ЭТО ИЗГНАНИЕ, И ЭТО ЛИШЕНИЕ ПРАВА КОГДАЛИБО БЫТЬ ЗАМУЖЕМ. НИКТО НИКОГДА ОПОРОЧЕННУЮ ДЕВУШКУ НЕ ВОЗЬМЕТ В ИЗРАИЛЕ ЗАМУЖ. И НАМОГО НА СКОЗАТЬ, ПОДОЖДИ, БОЖИЙ АНГЕЛ, ИЗБАВ МЕНЯ ОТ ТАКОГО БЛАГОСТЛАВЕНИЯ. ТЫ ГОВОРИШЬ, ЧТО Я ОБРЕЛА БЛАГОДАТЬ, НО НА ЧТО ТЫ МЕНЯ НАПРАВЛЯЕШЬ? ТО, ЧТО ТЫ МЕНЯ ГОВОРИШЬ, ОНО РАЗРУШИТ МОЮ ЖИЗНЬ. ОНА МОГЛА ТАК ПОДОМАТЬ? ПОЧЕМУ ГЕДИОН МОГ ТАК СКАЗАТЬ? ПОЧЕМУ ВОНА НЕ МОГЛА СКАЗАТЬ? РУКИ, ВОЗМОЖНО, ОНА ЗАКРЫЛА ГОЗА, Я НЕ ЗНАЮ, ВОЗМОЖНО, ДУМАЛА, НО ОНА СКАЗАЛА, Я РАБА. ОНА СКАЗАЛА, Я НЕВЕСТА, Я МЕЮ МУЖА, БУДУЩЁ ГОМ, Я РАБА, ГОСПОДНИ. И ДА БУДЕТ МНЕ ПО СЛОГУ ТВОЕМУ. И Я ХОЧУ ПОСМОТРИТЬ НА СОКРАВЕННЫЕ ЧЕРТЫ ЭТОЙ МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ. А ЗАЧЕМ? ЧТОБЫ ЕЁ ПРОЗЛАВИТЬ? НЕТ. ЧТОБЫ НАМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ, СОМЕЩАЯ НАШУ ЖИСТЬ С НЕЙ. ВО-ПЕРОХ, МЫ ЖИВЁМ НЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. ДАВНО НЕ СЛЫШНО ГРОХОТОВ ОРУДИЯ И БРЯЗГАНИЯ МЕЧЕЙ. ДАВНО НЕ СЛЫШНО ГОЛОДА В ЗЕМЛЕ НАШЕ. МЫ ТОЛЬКО ВСПОМИНАЕМ ОБ ЭТИХ УЖАСНЫХ НЕХ. МЫ ЖИВЕМ В ИЗУБИЛИЙ. МЫ ТОЖЕ ИЗБРАНЫ И БОЖИИ ДЕТИ. И ТОЖЕ БОГ У НАС ИМЕЕТ ПЛАНЫ. И В ТОЖЕ ВРЕМЯ, КАК ОН ВИДЕТ НАС В НАСТОЯЩЕ ВРЕМЯ. ЧТОБЫ ВПОЛНЕ ПОРАЗУМЕТЬ, НУЖУ ПОСМОТРЕТЬ, КАКАЯ СИТУАЦИЯ БЫЛА В ЖИЗНИ ЭТОЙ МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ ПО ИМЕНИ МАРИЯ. ИТАК, ПЕРВОЕ БОГ СКАЗАЛ, РАДУЙСЯ БЛАГОДАТНОЕ. В ДРУГОМ МЕСТЕ СЛОМА БЛАГОДАТНОЯ ПЕРЕВОДИТСЯ БЛАГОСЛОВЕННОЯ. ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ОНА ИМЕЛА, БОГ НЕ ОБЕЩАЛ ЕЙ, ОНА ИМЕЛА БЛАГОСЛОВЕНИЕ. В ЧЕМ ОНО ВЫЯВЛЯЛОСЬ? В БОГАТСТВЕ, В КРАСИВОЙ ДЕЖДЕ, В КРАСИВОЙ КАРЕТЕ, В ЧЕМ ВЫЯВЛЯЛОСЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ? И МЫ НАХОДИМ, ЧТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЕЁ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ В ТОМ, ЧТО ОНА БЫЛА НЕПОРОЧНО. НЕПОРОЧНОСТЬ ДЕВИЦЫ ПРИВЕЛО ЕЁ В СФЕРУ БОЖЬЮ БЛАГОСЛОВЕНИЕ. ОНА БЫЛА СВОБОДНАЯ ОД ГРЕХА. ХОТЯ ГРЕХ УВЛЕКАЕТ ВСЕХ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕ ПЕРИОДЫ И ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. ОНА ИМЕЛА ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ. ОНА ИМЕЛА ЧИСТЫЕ МЫСЛИ. ОНА БЫЛА ОСВЯЩЕННАЯ, ОНА БЫЛА НАПОЛНЕННАЯ БОЖИМ ДУХОМ, БОЖИЙ ВЕРОЙ И ИМЕЛА ВЕЛИКУЮ РЕВЛОСТЬ О БОЖИМ ДЕЛЕ. ЄСЛИ Б ЭТА ХАРАКТЕРИСТИКА БЫЛА ОПИСАНА СЕ ОСВЯЩЕННИКИ, ТОЖЕ МНЕ ПОНЯТНО. ЄСЛИ Б ЭТА ХАРАКТЕРИСТИКА БЫЛА ОПИСАНА О ЕЁ ОТЦЕ. ТОЖЕ ПОНЯТНО. СЕОДНЯ НАС ОТЦЕМИ, МУДРЫЕ, СИЛЛИЕ, НА ДИТЕЙ СМОТРИМ И ХОТИМ, ЧТОБЫ ВОНИ ПОДТЯГАЛИСЯ К НАМ. НО ЗДІСЬ ОПИСАН НЕ ОТЦЕ, КАК ИМЕЮЩИЙ СВЯТОСТЬ, НЕПОРОЧНОСТЬ, ЧИСТОТУ, ЛЮБОВ, ПРЕДАНОСТЬ, ВЕРУ. НЕТ. ДИТЯ. ПРИТОМ ЖЕНСКОГО ПОЛА. НЕ МУДСКОГО ПОЛА, КОТОЙ СТРЕМЯТСЯ БЫТЬ СВЯЩЕННИКИМИ. И ПОЭТОМУ ПЕРВОЕ КАЧЕСТВО, СОКРОВЕННОЕ В ЭТОЙ ЛИЧНОСТИ, БЫЛО ТО, ЧТО СРЕДИ РАЗРУХИ ЭКОНОМИЧЕЙ СИСТЕМЫ, СРЕДИ ВОЙНЫ, СРЕДИ НЕДОСТАТКА, СРЕДИ ЛИШЕНИЯ, И СРЕДИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОХОТЕЙ ВО ПЛОТИ, ОНА СУМОГЛА СОХРАНИТЬ ЧИСТОТУ, СВЯТОСТЬ И НЕПОРОЧНОСТЬ. СЛАВА БОГУ! СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУСТА, ЕСТЬ ЧЕМУ ПОДРОЖАТЬ НАШИЙ МОЛОДЕЖИ, НАШИМ ДЕВИЦАМ, НАШИМ ЮНОШЕМ, НАМ? ВТОРОЕ. БИБЛЯ ГОВОРИТЬ О НЕЙ, ЧТО НА БЫЛА ВЕСЬМА СКРОМНАЯ. МЫ УЖЕ ГОВОРИМ О ТОМ, СЕГОДНЯ БЫЛА ВСКАЗАНО В НАЧАЛЕ ПАСТОРОМ, ЧТО ХРИСТОС РОДИЛСЯ В ПЕРИОД БОЖИО БЕЗМОЛВИЯ. ЧЕТЫРЫСТА ЛЕТ. В ИЗРАИЛЕ НЕ ХОДИЛИ НОГИ ПРОРОКОВ, НЕ ЯВЛЯЛИСЯ АНГЕЛЫ, НЕ ВОЗВЕЩАЛИ ЧТО-НИБУДЬ ПОДОБНОЕ. И МАРИЯ ВДРУГ УВИДЕЛА АНГЕЛА, И ОНА НЕ ИСПУГАЛАСЬ. ОНА НЕ СКАЗАЛА ТАК, КАК СКАЗАЛ НЕКТО, «МЫ УМРЕМ, МЫ ВИДЕЛИ ГОСПОДА». А ПОЧЕМУ? У НИХ БЫЛ СТРАХ ЗА СВОЮ ЖЕСТЬ. ВИДНО НЕ ВСЁ БЫЛО В ПОРЯДКЕ В ИТНЕМ ДУХЕ. А ОНА НЕ БОЯЛАСЯ, ЧТО-НО, ЧТО-НО, ЧТО-НА ЗВСТРЕЛА С БОГО, ОНА УМРЕЛ, У НЕЕ ЧИСТОЕ СЕРЦЕ, У НЕЕ ЧИСТЫЙ РАЗУМ. И скромность ее проявилась в том, что она не считала себя такой, какую характеристику ей дал ангел. Видите, эти слова в Израиле трижды звучали и раньше. Мы читаем в Писании, когда Господь пришел, Он сказал Иаиле, которая победила одним ударом, колком Сесару, сильного вождя, который встал против Израиля. Мы видим Руф, которая была и послушна, и привязана к своей свекрови, и Господа любила. Им были сказаны эти же слова, что радуйся, благодатная, ты обрела благодать у Господа. И Мария, смотря на них, она думала, ну, про Руфи можно это сказать, про эту красивую, славную женщину, которая не побоялась один на один пойти и убить полководца в вражеский стан. Можно было сказать, но что я сделала? К чему? Относите слово ко мне. И, возможно, она думала сказать ангелу, ты ошибся. Ты, я этого не заслуживаю. Но в то же время, она просто смутилась, и она через это проявила скромность. Скромность, я раба, не понимаю, к чему эти слова. Знаю, что это невозможно и трудно, но он Бог, поэтому пусть будет, как он хочет. И заметьте, когда это произошло, первое, она не побежала, не рассказала отцу и матери. Она не побежала, не рассказала своему жениху. Скромность проявляется в некоторых чувствах. Смотрите, есть люди в жизни счастливые. Они, во-первых, считают себя достойными, а других – недостойными. Мария, наоборот, считала других достойными, а себя недостойной такой похвали. И счастливые люди, когда получат откровение, о, об этом весь мир знает. Я слышал слово от Господа, я видел ангела, мне говорил ангел. И сегодня некоторые, ну, к сожалению, проповедники, которые даже не видели, не слышали, говорят, я получил слово от Господа. И все так немножко приукрасить я. Я что-то имею, я что-то значу, я что-то видел. В Римлянам 12-3 мечтаем, мало говорить, Бог через него. Не думайте о себе более, нежели должно вам думать. Но думайте о себе скромно. А Яков говорит в 4-й главе 16 стихом. Многие по своей надменности счастливятся. Счастливие – это признак гордости, признак высокомерия и присутствие тяжкого греха. И мы читаем в Езекииле, 22-й глава, 30-й стих, Бог говорит, я искал у них человека. Что сказано об одном времени. Это было другое время. Он искал среди них девушку. И в первом случае Он сказал, я не нашел. О ком сказал? О мужчинах. Среди мужчин, говорит, я искал и не нашел. Среди тысяч, а когда начал девушку ищать для рождения, говорит, я искал и нашел. Видите, вроде мы можем унижать женщин, можем унижать младших, можем унижать и старших. Почему? Потому что нам двигались какое-то тщеславие. Но Бог ищет скромных, которых видят в других больших себя. И которые в сравнивании видят себя меньшим. То есть, смотреть вот так. И на Бога, и на людей. А некоторые смотреть вот так. И на людей, и чуть ли не так и на Бога. И поэтому сегодня третий период. Уже не израильское рабство, не прораблющение царей. Периода царства, когда Бог искал. А сегодня он тоже ищет. Ищет тех людей, кто бы мог народить для Божьего народа пророков. Кто бы мог народить для Божьего народа священников. Он ищет тех, кто мог бы родить для Бога левитов. Или просто примерных христиан. Он ищет тех, которые были бы скромны, непорочны и освященны. Только их он берет в отдел. И от них рождаются великие Божьи помазанники. И мы порой думаем, почему так случается в наших домах? Почему у него лучше? Почему у него лучше? Потому что Бог презирает от юности на судьбу человека. И предсказывает, что будет в конце жизни. В внуках и правнуках. Или порою, когда живем, не думаем о будущем. Хочется пользоваться сегодня временем, всеми обстоятельствами. И хочется все-таки попасть по числу, особенно Божьего избрания. Смотрите, третье. Эта Мария имела большое смирение и большую посвященность Господу. Она сказала, я раба Господня. Кто из нас сегодня употребляет это выражение? И если мы говорим, мы всем говорим, я Божье дитя. Мы Божьи дети. Он сам сказал, что уже не называет нас рабами, а детьми. Мы дети. А я говорю, а почему Павел называл себя рабом? А почему Иоанн? А почему Иаков? Они же были не только так, как мы, а еще вроде ближе, как мы. И по периоду, и по служению. Но не говорили, что мы рабы. А сейчас это не принято. Или это просто Ветхий Завет, или это просто нам стало чуждо. Мы хотим себя более близко держать. А дитям можно немножко и покомандовать родителями. А раб никогда не прикусловить. Он никогда не говорит, почему, зачем. Сказал отец, Бог. Все, сказал хозяин, все. И Мария именно была такой. Ей было ужасно слышать то, что ее ожидает. Представьте, как адрегирует ее жених. Как адрегирует Израиль. Она не раз видела, как убивали. Но как изгоняли. И она себя надобрекает. Но раз это сказал Господь, ты, то я согласен. Первая мысль могла быть скрыться в пустыню. Уйти вообще с дому. Никогда не идти замуж, но и не быть в поношении. Как мы обычно. Если прижал, где-то скрыться. Уехать, переехать, убежать. Это первая реакция. Но она сказала, я раба. Пусть будет все, как хочешь ты. В этом проявилось ее доверие, посвященность, ее скромность. Она в то же время понимала, что от людей не дождешься. Сострадания. Люди по природе жестокие. Это с практики она знала. Но она доверила себя Богу. Смирение – это не только отсутствие своей воли. Это не только послушание. Смирение – это способность не возгордиться, когда Бог тебя благословляет, когда Бог тебя на что-то выделяет, когда что-то тебе особо дает, и не превознестись – это смирение. И второе – смирение – это не обижаться на Бога, когда ты приходишь унижение. Не обижаться на Бога, когда ты в унижении, в скорбях, в обиде от окружающих. И видите, у нее была и та сторона. Было, чем похвастаться. Прийти к подругам и сказать, вот, на вас не презрел Господь. Меня выбрал. Среди всех тысяч девушек. Вы хорошие, а я лучшая. Потому что Он назвал меня благодатной. Он сказал, не вы, а я буду рождать Христа. О, ожидаемо Мессию. Видите, дай такое нескромное, то сделай и так. Или, допустим, если выпадет какая-то беда, нескромная тоже возропщит. Бог выбрал скромную девушку, которая может не возгордиться при благословении и не возроптать при трудности. Доверять Богу – это значит не просто жить хорошо. Это значит не просто жить устроенно. Это значит не просто не болеть, иметь послушных детей, иметь благополучие, устроенный бизнес. Некоторые так понимают Божие благословение и доверие. И вопрос – готов ли я сегодня доверить судьбу своей жизни не в плане моих желаний, которые я ставлю перед собой, а в плане его определения и сказать – да будет так, как ты определил. Сегодня, по-моему, говорил брат Василий о своей великой скорби. А почему? Потому что у них 12 детей. И кроме этого, они еще взяли селету 13, и они их подняли. Им нелегко. И тоже не без трудностей, но в то же время есть сегодня люди, которые регулируют. Не то время, чтобы по 10 рождать. А зачем? Смотрят, кажут, а разум нам даны. И все это есть не то, что я раба твоя. Я раб твой. Что ты мне определил? Я иду сам, я жжу. Как ты меня поведешь? Кого ты мне дашь? Пророков, священников или мастеров? Я принимаю. Именно таких сегодня все-таки ищет Господь. Тех, кто готов не регулировать свою семью, не выбирать лучшее между лучшим и местожительство, и страну, и бизнес, и все лучшее. А который готов смириться, согласиться с тем, как он поведет. Поэтому Богу и сегодня надо смиренные и посвященные люди. Четвертое, эта девушка, мы находим, в Писании имела очень большое терпение. она никогда не выставляла Богу претензий. Возможно, Мария и Иосиф не раз сидели у костра и, рассуждая, вспоминали, что говорил им ангел. И ей говорил, и ему говорил о том, как это будет. они не знали, как оно все совершится. И знаете, когда им не нашлось места в гостинице, они не роптали. Почему? А можно сказать, Господи, так конец концов, это же не только мой ребенок, это же твой сын. Что, только я должен мучиться? А где же ты? Почему учишь? ты сказал мне родить, я согласился, а теперь вот я, пришло время родить, все, уже последние минуты места в гостинице нет, я бы заплатил, нету, я должна идти в сарай. Вау, а где же ты? А ты же обещал. Это же твой сын, ты что, не можешь подрегулировать? Как сегодня некоторые говорят, мы же Божьи сыны, на лучших машинах ездить, в лучших домах жить, на лучших постелях спать, мы же дети Божьи, мы цари, мы священники. У нее такого не было, но она могла бы сказать, могла бы сказать, Господи, нужно среди улицы рожать, без какого-то врача, кто будет зашивать, кто будет перевязывать, ведь у нас даже нету соли, это же дорога, в сарае не найдешь, она молча, и она, ты, Господи, это определил, как будет, я уже не думаю, я просто доверяюсь, больно, да, я терплю, сегодня наши братья, которые там не видели, как окруждают жены, говорят, ох, это же ужас, роды, это же ужас, ну, вы понимаете, стресс, даже и кушать не могут, увидят только, как мучатся, так это же, когда бегают вокруг врачи, медсестры, тут и маски, тут шприцы, все, не дай бог, все на поготове, а там в сарае, и некоторые говорят, да, возможно, она развела безмучений, не написано, те сами боли, те сами переживания, только в ужасных условиях, и она могла сказать, господи, ну, раз я рождаю тебе ж, сына, то хоть боли сними мне, ну, дай, чтобы я с улыбкой родила, она этого не говорила, мы этого не находим, и в то же время мы видим, что они не были богатые люди, во-первых, другие ехали на каретах, на колесницах, у них был один ешачок, можно было хотя бы двое, если было двое, но то сели бы на два ешачка, но надо было одному идти пешком и груз достить, ведь ешакуш тяжело, и жену, и груз, надо как-то довести, и мы видим еще второй показатель, что они были бедные, Бог сказал, кто из вас бедный, пусть принесет за свое очищение двух голубей, а кто богатый, агнца, и мы видим, Мария с Иосифом, мне агнца принесли, они взяли двух голубей, они жили за чертою бедности среднего уровня людей, у них не было ропота, Господи, там мы твою волю выполняем, так конец концов, мы за тобой идем и нигде не прорешили, почему другие на каретах ездят, а мы так бедствуем, у нас даже агнца нет за что купить, мы вынуждены тебе двух голубей за очищение жили пронести, поэтому у Марии было колоссальное терпение и колоссальная безропотность, и поэтому мы не встречаем нигде ни разу, чтобы она выставала укор Богу за то, что что-то не дохватало, что не на том уровне проходила ее жизнь, как бы людям хотелось. И Господь говорит нам, Тимофея первое, 6-6, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Многие люди благочестивые не могут перенести бедности, они умрут от этого. Я говорю, не только, а и благочестие, и довольствие, безропотная жизнь. Это то, что я ищу, и сегодня, не только тогда. и 1 Тимофея 6-8 дальше говорит Господь, имея пропитание и одежду, будьте довольны тем. А сегодня люди некоторые среди нас, конечно, имеют пищу, они не голые ходят, одетают, но сколько ропота, что не знаешь, куда ее уже поместить. И все как-то не так. Все хочется лучше. Хотеть говорить в пословице мирской не вредно, но вредно. Писание говорит, что желания наши должны быть сообразно Божьи определения, а не нашей потребности, которую мы рисуем в себе. Поэтому сегодня Бог ищет первое освященное, людей, второе Бог ищет смиренных людей, третье Бог ищет скромных людей, третье Бог ищет посвященных людей, или четвертое, пятое Он ищет терпеливых людей, и шестое Он ищет безропотных. И если мы видим себя в этом числе, мы можем сказать, Господи, Ты нашел. А если мы не видим себя в том числе, мы можем ли рассчитывать, что Он возьмет и поведет в своем деле, как тех или других, которые посвятили и были готовы на это. И пятое мысль, о чем я хочу сказать, Мария имела глубокую, большую веру и любовь к Богу и к людям. Давайте посмотрим, как ее вера проявилась в Канне Галилейской. Первое, видно, что семья, которая устроила свадьбу в этой Канне, она была небогатая. У них явно был недостаток. Второе, мы видим, что Мария была прямая родственница тех, кто устроил этот праздник. Почему? Потому, что она была ответственна за выдачу пищи. Гости за это не отвечают. Только родственники этим управляют, близкие. И когда она увидела недостача, ей стало жалко свою родственницу. Что будут говорить людям? Недостача. На свадьбе недостача. И она пошла к Иисусу, к своему сыну, и говорит, Иисус, у них недостача. И явно Иисус ничего не хотел делать и не планировал что-то предпринимать. Он сказал две вещи. Мама, а что тебе? Ты же не ответственная. Ты помощница. А второе, ты знаешь, еще не времен не начинать. Он легко ей отказал. Он легко ей отказал, красиво. И можно было посмириться, но она нет. Она вопреки его несогласия, ею движет вера, согласитесь, до этого она не видела ни одного чуда, чтобы он совершил. Это было первое чудо. Но она знала, что он может. Почему? Она верила, что он Бог. Она знала, что некуда больше идти, куда недостача. Не пополнишь у соседей. Среди нас Божий Сын, у моих родственников недостача. И что, бегать? И она подходит к распородителям и говорит, видите, седьмой Сын, пойдите к Нему и что Он вам не скажет, сделайте. Был ли Иисус недовольный, я не знаю. Но знаете, Он сказал, я этого делать не буду. Ты сядь и успокойся. Тебя это не касается. А она все таки побудила. И приходят и говорят, а что мы должны сделать? Они забрали его, застали его в расплох. Конечно, он был Бог. Он сказал им, на глаза попали с водойомы. Он у них не думал. Вот наполните. А потом черпать несите. Чудо совершилось. И видите, она будучи человеком веры как бы подтолкнула своего сына. Иди, занимайся своим призванием, не сиди. Она как вытолкнула ее на дело. А где же она наделась? Она не сказала, видите, какой я способно родила, видите, какой у меня умный, а видите, что может делать? Она не сказала, это же я его направила, это же я ее потолкнула, это же я вас, но она ушла в тень. Ей ее не стало. А где же наделась? Он от этого времени вышел на миссию, начал открыть чудеса, а она сзади. Она написала последовала за ним. А для чего? Не для того, чтобы сильно там что-то учиться. она знала, что он Бог, но он и человек. И когда рядом мама, легче, когда рядом близкий, легче, а может надо поддержать, а может надо напомнить. И она шла за ним везде. Она поддерживала его, она служила ему, она его родила верою, она его вытолкнула верою, верой своей, она сопровождала через всю жизнь. И знаете что? Мы говорим Бог Отец отдал Сына Своего Единородного миру. Но это звучит правильно и громко. Но она тоже отдала. Ведь это был не только Божий Сын, это был ее Сын. В нем текла ее кровь. Она любила так, как мы любим наших детей. И согласиться отдать это нелегко. Она понимала, что для этого она призвана. Нелегко, но я должна отдать его. А для чего? Она помнила, чтобы грешники были спасены. и она знала, что орудие пройдет тело Сына твоего. Но это будет орудие, которое пронзит душу твою. И когда орудие пронзило ее душу, заметьте, она не проклинала убийц. Она не говорила ничего плохого в адрес тех, которые плевали на него. И в то же время она не кричала, ну где ж те ангелы, что пели там о его рождении и солны, да придите ангелы, да избавьтесь моего сына, да облегши. Но она не попила ни к ангелам, она не поносила Христа, Бога, она не прокляла людей. В этом проявилась ее вера. Вера это не только хорошо. Вера это в любой ситуации поступать правильно. И в то же время я хочу подытожить сегодняшнюю краткую тему еще последнюю мыслью. Заметьте, он ушел. Ушел на небо, но она осталась среди тех 120, которые ожидали. Она пошла домой, ну наконец-то все завершилось, я свою миссию выполнила, я ничего не прогрешила, только награда и честь меня будут ублажать все народы. Она сказала, теперь смотрите, ублажайте меня. она там же опасаясь иудеев. Закрытая дверь, 120 человек в комнате это без отоплительной системы и без кондишна в Палестине. Там жара, дверь не откроешь, враги. Опасность, а закрыто это просто как душегубка. все закрыто и она там и она слышит шум с неба. Она ощущает силу Божьей благодати, которую раньше не чувствовала, она двигалась верой, а теперь она получает помазание, помазание, которое продолжает ее двигать в правильном направлении не для почести своей, не для славы, а просто для посвящения, на что Бог дальше ее прозовет, что Бог дальше ей поручит. Итак, десять важных духовных качеств молодой девушки и Мати Марии. Первое. Детство было непрочное, сердце чистое, мысли чистые, и она имела Божье благословение. Второе. Она была скромной, она не завышала свою самооценку. Третье. Она имела глубокое смирение, она умела принимать унижение и умела принимать почесть. Четвертое. Она себя полностью в трудно экономическое время в распад государства посвятила Богу и стремилась исполнить Его волю, а не предназначение своих желаний, удачного устройства семьи. Она согласилась отказаться от права чистой невесты, потому что я раб, я готова, хотя не понимаю, не нравится, ужасно, но я готова, я раба. пятое. Пятое. проявила величайшее терпение при всех неудачах, при большой бедности, в которой жила их семья и при многих неудобствах пережитых. Она не возроптала. Шестое. Она не только была бедна, а как я сказал, она не проявила ропота. Ни единого разу нигде не сказала, что тебе, почему ты так со мной, это же тоже твое, не только мое. И седьмое, мы говорили, она имела глубочайшую веру и во всем полагалась на Бога. А восьмое, она имела сильную любовь к Богу и к людям и добровольно, сверхъестественно отдала своего сына, чтобы на глазах ее казнили ради любви к грешникам, что это единственный путь к прощению грехов. И девятое, она прошла с ним через всю жизнь. Она его подтолкнула, она его поддерживала, она его сопровождала и сама была в тени. И еще мне нравится десятое качество этой женщины. она удостоилась пророчествовать. Она удостоилась первой вместе с апостолами перенять Духа Святого. И поэтому я сказал не для того, чтобы поклоняться Марии, не для того, чтобы сказать о ней такие лестные слова, а я хочу сказать, что сегодня в наш период Бог ищет человека. Хочешь ли ты, чтобы он тебя нашел? Хочешь ли ты, чтобы он тебя употребил? Бог говорит, десять качеств, и ты будешь в уделе Господне. Он ожидает сегодня полного доверия, полного посвящения нашей безропотности, нашему смирению. Нам надо просто доверить нашу судьбу в руки Господа. Рождение наших детей, воспитание наших детей, управа семьей, доверить Ему. А если Бог благословляет наших детей, надо им помочь, надо их просто подтолкнуть, надо их сопровождать, надо им давать авторитет. Как часто мы любим, чтобы молодые нам давали авторитет. Или наши дети нам давали почет. А Бог говорит, научитесь им давать. Молодым людям почет, уважение. Идите, не говорите, вы младшие, идите за мною. Пустите их впереди. Если Бог их выделяет, если Бог помазывает, не смотрите, что вы старший годовин, идите за молодыми помазанниками. Как это тяжело в наше время. А почему? Потому же эти качества отсутствуют, которые делают способным человека на это. Поэтому только Бог может привести как отчательную цель счастья наши семьи, наши дома, наши церкви, если мы доверим ему, жребий, нашей жизни и наших семей. давайте встанем пред Господом для молитвы. Давайте скажем ему то, что лежит у нас на душе о нашей семье. И если надо, будем просить прощения. Если надо, будем плакать и смиряться, чтобы он проявился. вы прокладаете колено? Хорошо. Прокладим колено и будем молиться. О, наш Господь, в чудное деласе и спасите, мы радуемся при немецком, ибо ты научаешь нас полезному. Германа жия фалага де бей гот мэн айсер виле айсер. Аллилуйя! 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 Рамэн эглойзер вере голаби джи байке! Сила победы Христа! Сила Агнца! Ава Отче! Дух Святого Бога! Аллилуйя! Благодарим Тебя за Сына Твоего! Благодарим что Ты нашел способную девушку. Благодарим Тебя что в этом мире нас Ты нашел. Благодарим что нас призвал быть в числе Твоей Церкви Твоей Невесты. О Господь как мы нуждаемся в Твоем руководстве и в Твоем усовершенствовании что мы дома нашей семьи служение наше оно не нас радовало оно не нас провозносило оно не нам честь давало но все что мы делаем чтобы было во имя Твое что провозносило тебя чтобы Господь нам уметь умоляться унижаться не требовать тебя но смиряться и давать духовный рост тем кого ты берешь в удел даже если это не нас помоги работать над твоих помазанников помоги вкладывать в твоих помазанников помоги идти за твоими помазанниками помоги видеть тебя впереди идущую помоги нам не обогатиться земным не удалиться от небесного не искать устройства по плоти но искать удовольствие в общении с тобою искать радости Господь в искреннем общении с небом аллелуя ремин элеген арди гелея шибайзен а воочи возьми наших сыновей возьми наших дочерей Боже нужны твоим народу пророки священники левиты Господь учителя наставники мы уже не можем а дети наши могут Боже благослови их а нам дай их поддерживать чтобы служение молодого поколения оно было приподнято на высоту нами отцами служителями завета нового чтобы сопровождать их служение и радоваться вместе с ними и утешаться когда ты проявляешь свои чудеса через них Господь помоги нам отцам занимать правильную позицию указывать не на себя а показывать на тебя оставаться в тени давая действия твоему духу и нашим детям благослови нас мы в этом так нуждаемся чтобы нам отобразить добрые качества и чтобы ты призрел на нас и мы были благословением для многих слава тебе на все бог наш отец и дух святой аминь сущий на небесах ибе твое да прийдет царствие твое да будет и воля твоя и на земле как и на ней хлеб наш насущий подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем ложникам нашим и не веди нас во искушение но избави нас от лукавого ибо твое есть царство и сила и слава во веки аминь братья и сестры хороший дар вам нам господь время прекрасное общение и слово божье чудесная история благодарим братья да благословить вас господь да благословить господь и это все к рождеству и все для нас и все для славы божьей благодарю вас братья и сестры что вы пришли хороший вечер и господу приятно мы продолжаем праздновать завтра наше богослужение молитвенное богослужение на 7 часов вечера. И мы будем молиться пред Господом и благодарить Господа за Его благо, милости и любовь к нам, за то, что Он пришел на землю такими чудными знамениями и делами, которые сейчас нас радуют и утешают. Это то, что касается нас завтрашнего дня. Суббота у нас и воскресенье, как всегда, будут богослужения. И мы помолимся, чтобы Бог в служении наших благословил. Помолимся за наших братьев, чтобы Бог благословил наших братьев, пребывание брата Василия в нашей стране, чтобы Бог хранил обратный ваш путь. Мы рады визите от нашей церкви. Сердечный привет! Мы также, друзья, помолимся и за нужды народа. Сестра наша написала такую записку. Дорогие братья и сестры, помолитесь вместе со мной. Господу Богу за моему нужду. Бог ее знает, чтобы Он все устроил. И мы помолимся, друзья. Помолимся за молодежь, помолимся за молодые семьи. Они подвергаются большим таким, знаете, искушениям и от вне, и изнутри, и от вне. Поэтому мы за них будем молиться, чтобы Господь их хранил. Помолимся за больных наших братьев и сестер, наших братьев, брата Володю, брата Петю, брата Женю, брата Анатолия нашего, помолимся, чтобы Господь укрепил ее, брата Ивана старца. Помолимся за наших сестер, за сестру Дину с Пасху, помолимся, за Лилю, которая тут у нас по соседству. И сегодня мне позвонили тоже братья с Киева, под Адама Ивановича, там тоже молодая женщина, трое деток, четвертым в положении на пятом месяце, тоже обнаружили эту ужасную болезнь. И просят, чтобы мы молились, ее зовут Леся, чтобы мы молились за нее. И даявит Господь милость, и мы будем молиться, друзья. Тут на Украине еще Лена просит нас, тут Эма просит, за наших сестер помолимся, старушек, сестру Пашу, сестру Аню, сестру Ольгу, сестру Нину, сестру Марию, за сестру Анну помолимся также. Помолимся, дорогие мои, за сестру Валю, даявит Господь милость. Помолимся также за больных деток. Если у вас еще есть нужды, пожалуйста, передайте, если есть приветы, пожалуйста, и мы пойдем на молитву. Наши Сергей, с Украины, в частности, с Крымого рога, все братья, братья, советы наше, сердечно приветствуем, поздравляем, праздничным благотворением. Принимаем и сердечно благодарим, сердечно благодарим. Итак, друзья, идем на молитву, встанем пред Господом. Отец.